Начнем с нашими сегодняшними презентациями. Добро пожаловать всем на наш второй подготовительный день. Сегодняшние наши презентации будут на тему удаленных телефонов. Посмотрим, как настраивать телефоны STAN. Это будет наша первая презентация. Вторая презентация будет на тему SBC. Также настройка удаленных телефонов. И третья презентация будет по поводу hotdesking. Настройка телефонов. Также сделаем небольшое демо. Первая презентация по STAN. Мы поговорим про корректную настройку удаленных телефонов. STAN. Поговорим про настройку firewall. Как на старине сервера, так и именно в удаленном firewall, где будут находиться ваши телефоны. Поговорим про автонастройку. Как будут автоматически настраиваться телефоны с функцией удаленным сервером RPS. И вообще, что такое RPS. Мы также это рассмотрим. Перед тем, как начать, конечно же, хотелось бы сказать, что здесь нужно будет вам посмотреть предыдущую нашу презентацию, которая была на тему межсистевых экранов. Настройку firewall именно на стороне сервера. Следовательно, в первую очередь, порты на сервере должны быть проброшены. Это порт 5060 TCP UDP, 5061, если вы будете использовать TLS. Также должен быть проброшен диапазон портов, который будет передавать звук. Это 9000 на 10999, UDP протокол, да, и HTTPS порт, по умолчанию, который вы указали. По умолчанию мы пользуемся портом 5001. Данный порт будет предоставлять телефонам автонастройку. Первое, второе. Телефонную книгу. События, да, именно на самом телефоне. В общем, данные порты должны быть у вас настроены. Далее на телефоны должна быть установлена поддерживаемая прошивка. В данной прошивке, данная прошивка именно в самом телефоне, в поддерживаемом устройстве, будет гарантировать, что сертификат, SSL-сертификат будет включен. Да, именно SSL-сертификат для 3 сексов QDN, мы используем Let's Encrypt сертификат. Третье, это вам нужно убедиться, что SMTP-сервер будет функциональный. Следовательно, желательно, чтобы вы его проверили, он должен отправлять письмо. Следовательно, удаленный пользователь должен будет получить письмо, в котором будет присутствовать его добавочный номер. Следовательно, он должен знать свой добавочный номер и пин-код голосовой почты. Для чего мы чуть позже покажем, как можно будет настраивать телефон через RPS-сервер. Ну и, конечно же, чтобы все у вас работало, так сказать, как часы, вам нужно получить доступ к вашему удаленному серверу, именно за тем сервером, где будут находиться сами удаленные телефоны, чтобы вы смогли корректно пробросить порты. Мы о них сейчас будем также говорить. Поддерживаемые телефоны, которые 3CX гарантирует, что они будут работать у вас из коробки, да, со всем функционалом. Это Fanville, EdgeTech, Snom, E-Link и Grandstream – это новые модели. Они будут поддерживать стан настройку и также SBC, о котором мы там будем говорить в следующей презентации. В общем, плюс все именно какие модели телефона вы можете зайти к нам на сайт, поддерживаем устройство и посмотреть все модели телефонов. Преимущества использования стан – это в первую очередь легкое добавление телефона. Вам не нужно никакое отдельное устройство, если, конечно же, сравнивать с SBC, где нужно будет устанавливать отдельную программу. Здесь просто вы добавляете телефон, пользователь будет знать свой внутренний номер, пин-код голосовой почты и сможет зарегистрироваться к телефону. АТС в данном случае будет определять внешний IP-адрес той сети, где находится телефон. И, следовательно, телефон будет постоянно зарегистрирован на АТС и производить вызовы. Перед тем, как добавить телефон, у вас, так сказать, две стадии. Первая стадия – это вы добавляете телефон в консоль управления, он будет у вас удаленный, вам нужно будет знать, получается, MAC-адрес телефона и его модель, следовательно, чтобы вы смогли выбрать корректный шаблон. Далее, конечно же, вы уже принастраиваете ваш телефон с корректными настройками, и АТС отправит файл автонастройки в RPS-сервер. В общем, для каждого телефона должен быть уникальный, локальный, уникальный SIP-порт и локальный, уникальный диапазон RTP-портов. Вот мы видим на примере ниже, что у нас есть удаленный firewall и несколько устройств в той сети. Как мы уже говорили, что, конечно же, лучше выделить тот порт, IP-адрес, чтобы он был статический, локальный, следовательно, и далее пробросить порт для каждого устройства, чтобы он был также уникальный на вашем firewall. И когда АТС будет просто отправлять запросы на SIP-порт, ваш firewall корректно направлял его на нужный внутренний IP-адрес. Так вот, в первую очередь настройка происходит на стороне АТС. Вы настраиваете именно ваш шаблон, какой уникальный будет порт у вашего устройства SIP, и какой будет уникальный диапазон портов RTP. Заполняете это, в первую очередь, в шаблоне. Как только телефон автонастроится, он получит все эти настройки. Ну и, конечно же, далее вы настраиваете ваш firewall. В общем, вот пример видим. Добавишь номер 200. Первый диапазон портов RTP у него 14 000 на 14 019. Имейте в виду, что минимальный диапазон портов для телефонов E-Link 12, следовательно, от 0 до 11. Это первый будет телефон. Для других же устройств минимальный диапазон портов – это 10. Следовательно, от 0 до 9. Мы видим в примере ниже, мы используем чуть больше портов. Получается, для одного вызова будут использоваться два порта. Вот, имеете в виду, что вы делаете перевод, ставите на удержание и так далее. Будет использоваться экстра порты на самом вашем телефоне устройстве. Далее, второе устройство будет иметь уникальный диапазон RTP портов 14 020 по 14 039. Ну и, конечно же, уникальный SIP порт. Так вот, на стороне вашего удаленного фаервола для SIP порта вам нужно будет открыть ваш SIP порт TCP UDP протокол. Ну и для звука это UDP протокол. Имейте в виду, в настройках именно самого телефона вы должны отключить в параметрах, есть такая настройка, запретить подключение с пределами локальной сети. Так вот, если вы используете устройство как стан, данная галочка должна быть отключена. Если же телефон используется как SBC, данную настройку отключать не нужно. После того, как вы настроили на стороне ATS, произвели корректные настройки, отправьте приветственное письмо вашему удаленному пользователю. Хотелось бы пару слов сказать, как работает стан. В первую очередь для телефонов стан сервером будет являться сама ATS. В общем, чтобы телефону зарегистрироваться, ему нужно будет знать вообще, где находится ATS, какой ее IP-адрес. По умолчанию телефонов мы знаем, они находятся в удаленной сети, у них будет локальная IP-адреса. Так вот, чтобы телефону узнать свой внешний IP-адрес, он должен будет связаться с ATS через стан протокол. В общем, этот стан протокол, встроенный в самих телефонов, он периодически будет отправлять сообщение на ATS. Стан протокол будет ему отвечать, с какого внешнего IP он регистрируется на ATS и с какого порта он регистрируется. Из-за этого, помним, мы говорили, что вам нужно будет указать локальный SIP-порт самого устройства. Следовательно, ваш firewall укажет, какой его внешний IP и какой его будет порт. Как только приходит сообщение на ATS с внешним IP-адресом и с портом, ATS просто отвечает на данное сообщение. И, следовательно, телефон знает, что да, вот это мой внешний IP-адрес, вот это мой порт. И периодически, если я не ошибаюсь, каждые полчаса именно в настройке самой ATS, да, это можно будет изменить, по умолчанию каждые полчаса телефон будет обращаться к ATS-серверу, да, чтобы узнать его внешний IP. Из-за этого, если у вас изменяется ваш внешний IP-сервера, да, следовательно, он должен корректно резолвить сам FQDN, да, и далее ATS будет отвечать телефоном. Плюс, если сам телефон, его IP-адрес изменяется, да, точно так же. Далее, говоря про автонастройку именно телефонов STAN, да, которые вы их настраиваете в удаленной сети. Как только, получается, вы добавили телефон в консоль управления, как STAN, да, и сбросили телефон на заводские настройки, телефон в первую очередь, как он включится, он отправит запрос, да, на сервер, на STAN-сервер, на RPS-сервер точнее, и получит вот такое вот сообщение на экране, пожалуйста, введите ваш логин, да, введите ваш логин, видите, получается, логин в нашем случае будет добавочный номер в ATS-системе вашего устройства, и пароль его будет пин-код голосовой почты. Из-за этого, в принципе, то, что мы сказали, вы должны отправить приветственное письмо саму пользователю, который будет использовать данный телефон, чтобы он смог просто взять, ввести вот логин и пароль. RPS-сервер – это удаленный сервер автонастройки для 3CX, получается, у каждого вендора есть свой RPS-сервер. Как только телефон сбрасывается на заводские настройки, первый запрос, который он будет делать, внешнюю сеть, он будет связываться со своим RPS-сервером. Так вот, мы видим, что первый шаг, который вы делаете, вы добавляете телефон в вашу ATS, да, вы добавляете MAC-адрес, сделаете его настройки. Как только вы нажимаете в добавочном номере «Ок», чтобы сохранить настройки, вы сможете увидеть в консоли управления, именно в главном окне, вы сможете увидеть, что произошел запрос, был отправлен запрос на RPS-сервер. Какой запрос был отправлен? Получается, MAC-адрес был помещен в базу данных RPS-сервера. Далее телефон обращается, как только он на заводских настройках, обращается к своему серверу, к RPS-серверу. RPS-сервер отправляет ему ссылочку на 3CX, да, не сам файл настройки, а ссылку, по которой он должен будет аффентицироваться, да. Получается, ввести свой логин и пароль. Как мы уже сказали, добавочный номер внутренний свой и пин-код голосовой почты. Вот как только получается, он получает ссылку, он обращается к 3CX уже, и в момент, когда происходит корректная аффентикация, АТС ему отправляет файл автонастройки, который генерируется на лету в тот самый момент, да. Имейте в виду, что если вы один раз настроили ваш телефон, как удаленный телефон, как стан, да, он будет, получается, его MAC-адрес будет находиться в течение двух недель в базе данных сервера. Следовательно, вы даже если заходите после настроить телефон как локальный, да, вы сбросите его на заводские настройки, не удивляйтесь, если телефон будет отправлять запросы и предоставлять пользователю, ввести его логин и пароль, да. Еще раз хотелось бы здесь добавить в плане безопасности, что если ваш пользователь ведет некорректную информацию, да, ведет некорректный логин или некорректный пароль в течение трех раз, да, он будет помещен в черный список, его IP-адрес будет помещен в черный список и заблокирован. Так, коллеги, я вот смотрю, здесь Евгений делал комментарий, что слайд у него не обновился, не совсем уверен, если это у всех. Так, мы видим RPS, правильно, на слайде. Ну, Евгений, вам, скорее всего, нужно будет просто обновить ваш браузер, и у вас задержка была. Так, ну, еще пару моментов, которые вы должны учитывать. Это отключение CPLG за фаерволом как и на стороне сервера, так и на стороне самого RPS, самого фаервола, где находятся ваши удаленные телефоны. Это первый момент. Второй момент. Вам нужно будет учитывать настройку в добавочном номере, да. В добавочном номере вы должны будете также включить проксирование аудио через АТС-систему. Для чего это нужно? Если в вашем, получается, если у вас более одного добавочного номера за одним внешним IP-адресом, да, телефоны по умолчанию, да, связываются друг с другом через IP-адрес, если они во внешней сети, и звук отправляется напрямую. Так вот, чтобы это не происходило, да, так как по умолчанию все фаерволы, если запрос будет приходить со внешнего IP-адреса, который будет являться тем адресом, одним и тем же, который в вашей сети, фаервол будет блокировать данный запрос. Так вот, чтобы этого не происходило, проксируйте звук через АТС, следовательно, ставьте корректные настройки на стороне АТС-сервера, чтобы происходила проксировка через 3SX-систему. Так, давайте посмотрим на вопросы. Константин RPS – это отдельное ПО, которое в локальной сети можно установить, либо это облачная функция 3SX. Да, это облачные сервера вендоров для 3SX. Получается, если у вас будет задача взять, отвязать, так сказать, этот телефон от RPS-сервера, чтобы он не находился в базе данных в течение двух недель, после двух недель он автоматически, МАК-адрес будет оттуда удален. Вот если у вас задача его удалить, пожалуйста, обратитесь к нам в техподдержку. На форуме 3SX-OLEK напишите мне в личную сообщение, в личку, и я вам помогу с этим. Мой логин, мой никнейм на форуме, написал в чате. Так, у Дмитрия также вопрос. Если в способе автонастройки выбран стан, я не могу поменять интерфейс с FQDN на локальной IP, как обойти это ограничение? Как мы уже говорили, Дмитрий, если вы используете удаленные телефоны, удаленные телефоны будут подключаться только через FQDN. Для чего? В целях безопасности SSL-сертификата. А SSL-сертификат может быть выдан, доверенный SSL-сертификат может быть выдан только для FQDN. Почему очень хитрая сеть? В плане безопасности это для пользователей. Вот если вы хотите... Получается, ну да, здесь данные настройки изменить нельзя. Только внешняя сеть должен быть FQDN. Пожалуйста. Так, еще был вопрос у Костантина. DY, DN, DNS. Поддерживается 3-секс. А что именно поддерживается? Они же выдают вам FQDN, насколько я знаю, правильно? Получается, у вас должен быть свой собственный FQDN. Если вы настроили 3-секс со своим собственным FQDN, Далее уже данная сеть будет обновлять IP-адреса ваши. Если мы говорим про FQDN от 3-секс, здесь доступа у вас к нему не будет. Коллеги, мы еще вернемся к настройкам STAN. Открою, поделюсь своим экраном. Покажем еще раз, посмотрим, где находятся какие настройки. Это уже, наверное, к концу нашей презентации, когда мы также поговорим про установку SBC, настроим пару телефонов. Ну и про именно настройку hotdesk телефонов также. Следующая наша презентация на тему SBC. Мы рассмотрим, как настраиваются настольные телефоны через SBC. Ну и посмотрим вообще, как будут работать, что такое SBC. Чтобы понять данный модуль, конечно же, нужно будет в первую очередь быть знакомым с настройкой самих телефонов. Именно в локальной сети 3-секс системы, как они корректно настраиваются, авто настраиваются. Конечно же, также нужно будет убедиться, что у вас проброшены порты для SBC. Мы помним, что для SBC используется всего лишь один порт для настройки, для передачи SIP сообщений и аудио. Это порт по умолчанию 5090. В общем, 5090 порт на стороне сервера, на вашем firewall, на стороне сервера, должен быть проброшен на TCP UDP 5090. Ну и, конечно же, HTTPS порт, как мы уже сказали, для авто настройки. Порт по умолчанию 5001. SBC – это программное обеспечение, своего рода прокси, который будет подключаться к ATS-серверу. Его можно установить на персональный компьютер с операционной системой Windows или же Debian 9 Linux или же Raspbian, тот же самый Linux. Если это операционная система Windows, она должна быть у вас 64-бит, Pro или Enterprise. И если это Debian, как мы уже говорили, так же архитектура 64-бита и 9-й версии. Идентичная настройка, да, так же для Raspberry Pi. Да, должен поддерживаться Константин, Windows сервер, так же. Далее, на вашем адаптере должен использоваться один локальный адрес. И, конечно же, если на компьютере, где установлен SBC, присутствуют другие СТВ-адаптеры и они не используются, мы рекомендуем их отключить. Статический внешний IP-адрес, да, не обязательно в данном случае. Еще хотелось бы добавить, что телефоны должны быть, должны использовать поддерживаемые прошивки, да, чтобы мы их могли настраивать. Говоря про SBC, максимальная его поддержка, да, это 50 добавочных номеров вы сможете добавить, да, если у вас, получается, вы установили SBC, 50 телефонов можно зарегистрировать на одном SBC в одной сети. Получается, количество одновременных вызовов будет до 100 одновременных вызовов и максимальное количество BLF-клавиш, да, на всех этих 50 телефонов 250 BLF. Получается, мы видим, сколько трафика можно через него перегонять. Касаемо железа, куда его можно установить, да, именно детальные рекомендации, которые тестировались, можете ознакомиться по ссылке, пожалуйста, перейдите по ссылочке, посмотрите, какие ограничения по железу, да, это для максимальных одновременных вызовов, вы сможете посмотреть. Мы видим, что здесь 100 одновременных вызовов, следовательно, примерно такие же настройки должны присутствовать на вашем SBC. Если мы говорим про Raspberry Pi, 2 или 3, здесь максимум 20 добавочных номеров и 200 BLF-клавиш. Получается, если 20 добавочных номеров, примерно 40 одновременных вызовов. SBC – это фирменный продукт от 3CX, и он будет работать только с поддерживаемыми устройствами. Во всяком случае, гарантированно работать и будет предоставлена техподдержка. Какие устройства эти, мы о них не раз говорили, это FunVillage, Tech, SNOM, e-Link и Grandstream. Данное устройство будет работать из коробки. Вот мы видим на схеме, у нас есть SBC, установлено SBC в удаленной сети, вот наш АТС, вот наш SBC, да, за ней находится один телефон. Если в одной и той же сети, вот внешний IP-адрес мы видим, 4 двойки, если в одной и той же локальной сети также будет использоваться 3CX мобильный клиент, да, у мобильных клиентов будет свой выделенный SBC, он же туннель, подключаться напрямую на АТС, в то время как телефоны будут говорить через именно SBC, который будет установлен в той сети. Как это работает? Телефоны, когда сброшены на заводские настройки, они отправляют мультикаст, мультикаст-запрос, да, SBC слушает эти мультикасты на порт 5060, и получается, как только вы настроили SBC, вы подключили, происходит туннель между удаленной вашей сетью, да, и SBC делает запрос. Из-за этого никакие настройки в плане Firewall вам открывать не нужно, да, никакие порты. В общем, SBC подключается на SBC на порт 5090. И далее все, что происходит в той сети, все запросы телефона, все новые устройства, которые будут добавляться, SBC просто перенаправляет весь трафик на 3CX. Из-за этого, как только будет добавлен новый телефон настольный, вы его увидите, он будет у вас отображаться как локальный телефон в вашей 3CX системе. Далее вы просто-напросто добавляете его как нового пользователя, либо уже как существующего. Очень просто, двумя кликами происходит настройка. Надеюсь, в данный момент понятен, касаемые туннели 3CX клиента и самого SBC, если не в одной и той же сети. Данный вопрос может у вас быть в тестах, что имеете это в виду. Как мы уже сказали, легкое добавление устройств, plug-and-play, сетевой трафик будет находиться в одной и той же сети. Вот, кстати, важный момент. Давайте вернемся в предыдущий слайд. Если, скажем, если у нас еще есть другое устройство, другой IP-телефон, и они у нас настроены в одной и той же сети за SBC, и в настройках самой ATS у нас не происходит проксировка звука или не происходит запись разговора, звук между телефонами будет отправляться напрямую между телефонами. В то время как SIP, конечно же, будет у нас ATS, да, шлюзом по умолчанию. Ну, сами телефоны будут отправлять звук между собой. Костантин, то есть SBC – это пограничный рутер, который принимает регистрации сеансов и перенаправляет на ATS через интернет. Ну, своего рода, да, если в заключении. Прокси-сервер своего рода, да, который подключается к ATS и перенаправляет все сообщения. Получается сигнализация об этом, и если происходит запись, тот же звук. Мы помним, мы говорили, что данный продукт 3SX SBC, он бесплатный, его можно скачать на нашем сайте, да, и установить на ваш компьютер как программное обеспечение. Есть бонус, говоря про SBC – это шифрование, да, и когда вы его установите, у вас будет выбор включить шифрование. Получается, если вы настраиваете SBC, по умолчанию просто трафик будет, как мы говорили, инкапсулироваться на порт 50, 90 и отправляться на TES. Более того, вы можете включить шифрование между сервером и самим SBC. Часто задаваемый вопрос, если у нас, скажем, несколько SBC, скажем, вот у нас в одной и той же сети еще существует один SBC, да, скажем, вы добавили ограниченное количество телефонов, установили более трех телефонов, как мы сказали, да, телефоны аудио могут направлять между друг другом. Да, сигнализация всегда будет идти на сервер, звук между телефонами. Так вот, если вы добавили еще один SBC и к нему подключили другие телефоны, да, пожалуйста, это также можно сделать. Но здесь имейте в виду, что аудио между SBC напрямую между другими устройствами передаваться не будет, да, если вот, скажем, у вас другие устройства, сюда аудио напрямую передаваться не будет, только уже будет идти проксировка через ATS. За одним SBC аудио будет напрямую передаваться через, между телефонами. Как настраивать SBC? Очень просто. Что вам нужно знать перед тем, как его установить? Конечно же, это порт сервера, если по умолчанию он у вас 50-60, SIP-порт, да, пожалуйста, запишите его. Также порт вашего туннеля, по умолчанию мы знаем, он 50-90. Ну и, конечно же, сам пароль туннеля, да, где его можно взять? Он будет находиться у вас в настройках, в параметрах ATS. Заходим в безопасность и копируем данный пароль, ну, плюс сам FQDN. Когда это мы будем выводить? Вот, получается, мы устанавливаем 3CX SBC на Windows, выбираем локальный IP-адрес сетевой. Получается, если у вас несколько сетевых карт, вы сможете выбрать, какую карту использовать. Далее указываем FQDN 3CX системы, его локальный порт, SIP-порт, ну и порт самого туннеля. После, да, мы введем сам пароль туннеля и выберем, если у вас настроена отказоустойчивость. Существует второй сервер, вы также окажете его внешний IP-адрес. Как мы уже говорили, происходит автонастройка. Как только вы включаете телефон, запрос будет отправлен на ATS. В ATS телефон отобразится как новое устройство, и вы сможете его присвоить. Как только вы его добавите к добавочному номеру, происходит plug-and-play настройка. Как мы уже говорили, что по HTTPS порту, да, он нужен для автонастройки, телефона и книги и журналу событий. Так что убедитесь, что HTTP порт у вас также корректно проброшен. Получается, если HTTPS порт у вас не проброшен, проблема не только с SBC, но и с вашими 3CX клиентами, да, статусы не будут отображаться с веб-митингом, что у нас один порт для всех. Коллеги, пожалуйста, вопросы касаемо SBC. Давайте, если вопросов нет, мы сделаем небольшой перерыв на 5 минут, и после сделаем демонстрацию, после перейдем к нашей третьей презентации на тему по смене работы пользователей, и далее уже будем делать демонстрацию, обсуждать настройку. А какой именно у вас вопрос, Игорь? Подключение удаленных телефонов, которые не поддерживаются 3CX. Как их подключать? Именно ваш вопрос. Если мы говорим про SBC, тогда они не поддерживаются, да, и здесь говорить что-то не сможем. А если вы хотите настроить как стан, тогда что нужно будет учитывать? Вы просто на стороне T создаете добавочный номер, в нем будет, в нем исключаете настройку подключения из внешних IP-адресов, да, это первое. Второе – проксировка, если более чем один телефон в одной и той же сети внешними IP-адресами. Далее вы просто копируете информацию, логин и пароль, вставляете ее в ваш настольный телефон. Телефон должен зарегистрироваться у вас, на ТЭС, ну и все, в принципе. Конечно же, телефон, так как будет использоваться... ...в QDN, да, смотря как, да, ну, вы, наверное, будете регистрировать это с внешним IP-адресом. В общем, убедитесь, что HTTPS также, что сертификат был, сертификат АТС был добавлен в ваше устройство. ... ... ... ... так димитрий у вас закрытая сеть в которой телефоны работают с от с по реальному ip-адресу это по внешнему ip-адресу не по fqdn по локальному ip-адресу правильно запросы не проходят так ну получается ваши телефоны в разных в других в других сетях да получается в другой подсети и не ходят запросы но это что вы можете сделать ну в как как администратор либо направить данные запросы на т.с. можно строить телефоны вручную взять ссылочку автонастройки и вставить ее в интерфейс телефона конечно же здесь также может применяться день до сервер dns опция да если у вас сейчас секундочку а найду ссылку вы сможете также вот настроить на 3 секс через опцию 66 дичь спи сервера как только он будет выдавать ip-адрес пусть сразу выдает телефонам ссылку автонастройки как один из вариантов для вас также и и и и так и гадну для вас как мы уже сказали вы создаете добавочный номер и копируете информацию логин и пароль и регистрируйтесь к тест-системе так коллеги ну давайте делаем 55 минутный перерыв и возвратимся далее продолжим с наша презентация спасибо 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 коллеги мы вернулись пожалуйста подтвердите если проходит звук все супер спасибо ребята давайте продолжим с нашей наша последняя презентация на сегодня презентация будет на тему по сменой работы пользователей поговорим про общую настройку телефонов поговорим про настройки про настройку на стороне от с как для администратора что нужно будет учитывать ну и конечно же для самих пользователей что нужно знать для пользователей говоря про удаленные телефоны либо локальные да как входить как как в них можно будет выходить в аккаунт ну и для администратора как будет происходить сам мониторинг по смена работа пользователей позволит получается нескольким пользователям использовать одно то же одно и то же устройство очень удобно в компаниях где скажем есть ограниченное количество устройств несколько смен да не у каждого пользователя есть свой свой настольный телефон да но он у них один для для более чем одного человека или же например компания в которой вы сможете скажем спуститься в другой отдел да и используя их телефон войти в ваш аккаунт получить все те настройки которые настроены в вашем добавочном номере и позвонить скажем на как и на локальный номер номер в атс так и на внешние номера как каждый пользователь сможет зайти в свой аккаунт он должен будет знать свой добавочный номер и пин-код голосовой почты телефоны именно которые могут работать с ход дескинг спосменной работой это локальные телефоны которые могут быть настроены локально ктс в одной той же сети в локальной да или же если это удаленная сеть тогда только через sbc бренды которые поддерживают ход дескинг это фан вилл грандстрим эдж тэксном и е-линг все те же бренды которые работают из коробки которые мы поддерживаем прошивка на на вашем устройстве должна быть рекомендована да первый момент второй момент шаблон должен быть по умолчанию шаблоны не должны быть изменены для ход дескинга третий момент prompt и в самой 3 сек системы должны быть также обновлены как это новые функции до всегда кинета становятся доступными в общем все у вас должно быть обновлено лицензия для которых будет работать ход дескинг это про и enterprise следовательно если вы пользователи стандартной версии данная функция будет недоступна как мы уже сказали телефоны могут быть в либо локальности с тс либо же удаленной если это удаленные поддерживаем только через sbc настройку как настраиваются телефоны у вас получается есть два выбора настройки вы добавляете телефон заходите в консоль управления общие общий а пи телефоны нажимаете добавить вводите модель вашего телефона и его мак адрес мак адрес вводит на вводится без точек без пробелов просто 12 номеров вводите 12 цифр кстати символ и добавляйте ваш телефон также сразу вы должны указать метод автонастройки какой метод будет присутствовать lan либо же sbc здесь вы также сможете настроить часовой часовой пояс формат времени и так далее да это в самом вашем добавочном номере после того как вы добавили телефон вы добавили телефон в именно вход дескинг меню на в общий телефон и вы его добавили как только телефон включится как мы помним да он отправляет мультика запрос данном примере на скриншоте мы видим что мультика запрос у нас через sbc следовательно его можно будет присвоить к добавочному номеру как только вы нажмете получается на добавочный номер телефон автоматически от с распознает что у вас он уже добавлен ход дескинг и присвоит его к первому hd1 hd 0 0 1 первому телефону далее чтоб пользователь всех системы мог войти в свой аккаунт в телефон да вам администратору нужно убедиться что он зайдет в настройки добавочного номера в окно options окно снова же настроек да и включит данную галочку которая будет говорить что разрешить использование общих ip телефонов на вот как мы сказали в версия про enterprise как только вы будет включена данная настройка телефон будет настроена один раз на как hot desking до пользователи смогут войти свой аккаунт и также с него выйти вам нужно будет убедиться что вы добавили что у вас существует этот пинку дайл код в параметрах как это сделать зайдете в параметры дайл коды и посмотрите именно дайл код для hot desking устройств по умолчанию это код звездочка 77 звездочка получается чтобы войти добавочному номеру свой аккаунт ему нужно будет ввести звездочка 77 звездочка свой добавочный номер и звездочка снова далее последует система запросит пин-код голосовой почты как только вы введете вы попадаете ваш аккаунт до в это время на заднем в плане так сказать происходит запрос конфигурация именно настройки вашего добавочного номера все что вы указали все белые в клавиши язык экрана да то что вы нас ваш системный язык и так далее в общем отец генерирует файл и отправит его на телефон займет некоторое время файл подгрузится и вы получите все настройки которые были включены очень все просто получается на после авто настройки первая белая клавиша здесь нужно учитывать это будет клавиша для выхода также вы всегда можете произвести выход вручную это ввести можно будет звездочку звездочку 77 звездочку 5 и звездочку чтобы выйти с вашего аккаунта или же если один из пользователей хотите так сказать перейти с одного аккаунта на другой с одного добавочного номера на другой можно это будет делать напрямую не производя выход вы набираете скажем вы зашли в первый добавочный номер звездочка 77 скажем 100 и далее хотите поменять зайти в другой аккаунт нажимаете звездочка 77 допустим номер 200 да и заходите в другой номер без выхода так сказать предыдущего очень все просто говоря про для про настройки для администратора в администратор сможет увидеть самой консоли управления какой пользователи сейчас находится на ком устройстве да скажем если у вас лист устройств вы сможете увидеть какой использователь лей произвел вход следовательно если кто-то забыл произвести выход до администратор всегда сможет выделить данное устройство да и произвести выход с аккаунта очень легкая функция пожалуйста коллеги если из вопроса будем обсуждать пока что я подключу сейчас у своему удаленному компьютеру чтобы мы смогли установить sbc и продемонстрировать регистрацию телефонов давайте с вами поделюсь удаленным экраном так ну вот мы скачали sbc давайте мы настроим настольные телефоны как sbc сейчас произведу сброс одного из устройств давайте как только вы скачаетесь sbc да далее перейдите к браузеру установки далее вот мы видим что в мастере установки да указывается что если эти виду что порт 5060 до должен быть не занятый порт нажимаем далее следовательно установить sbc на один и тот же сервер где находится 3 секс будет нельзя да далее мы видим где будут находиться настройки sbc здесь будет лог его находиться также да мы также это покажем ну и сам конфигурационный файл мало ли что вам нужно будет изменить вот она где все находится нажимаем далее первое меню мы видим что здесь можно выбрать сетевой адаптер знаю что мой сетевой адаптер по умолчанию какой то есть мы будем подключаться здесь так как я уже его настраивал один раз он у меня уже выделены давайте так мы проверим сейчас fqdn моя тс чтобы убедиться что я его не менял так это мой локальный api адрес да тот же самый fqdn нажимаем далее выбираем порт теперь какой порт самой тс какой порт sbc где это проверить давайте поменяем язык еще раз посмотрим где находятся данные настройки мы заходим в параметры сетевые настройки и порты на здесь мы видим порт как на который вы установили а тс который по умолчанию порт си порт 5060 и порт туннеля я данной настройки не изменял нажимаем далее следующая настройка нас спрашивает если вы будете использовать фейловер на если у вас несколько серверов нужно будет указать второй сервер ваш отказ устойчивость я не использую следовательно данную галочку выбирать не буду далее здесь нужно будет указать в следующем окне пароль самого туннеля где взять данный пароль давайте мы проверим что у нас корректны нажимаем заходим в параметры заходим в безопасность безопасности у нас есть окно которое называется 3 секс туннель вот он наш пароль можем открыть и еще раз скопировать только мы его копируем вставляем можно будет также указать если вы хотите шифровать ваш трафик который будет идти через порт 5090 и это делать не буду кому нужно пожалуйста включайте данную галочку далее занимает некоторое время что произошла установка самого sbc установка закончилась все очень быстро так можно будет еще раз проверить если сервис у нас запущен все вот он запущен что можно еще нам проверить давайте покажем где находится сам sbc откроем программ дейта вот мы знаем что вот он наш sbc контроллер здесь будут доступны логи в случае если у вас ошибки какие-нибудь сюда можно будет смотреть и сам конфигурационный файл который вы можете открыть и посмотреть его настройки мало ли что вам нужно будет собирать логи в подробном журнализировании уровень лога можно будет изменять вот пример какой будет использоваться левел логинга где именно путь самих логов ну и конечно же сами настройки самого sbc имейте ввиду что если вам нужно будет изменить настройки сервис нужно будет останавливать применять настройки и далее его включать так давайте теперь мы сбросим телефон на заводские настройки так вот в первую очередь хотелось бы сказать что а тс находят и мой sbc контроллер будут находиться в разных в разных сетях у них внешние адреса разные чтобы смогли это настроить сейчас посмотрим так и если какое-то я не не Я сбрашиваю один из телефонов, сбрашиваю на заводские настройки. Как только он появится, мы сможем его видеть в консоль управления. Так вот, АТС, как мы уже говорили, должна будет слушать на мультикаст. Если у вас мультикаст не приходит на АТС, кстати, в той ссылке, которую мы вам скинули, ссылочка есть. Как траблшутить, мультикаст дебаг делать, да? Вот, пожалуйста, кому интересно, давайте мы посмотрим. Скопируем данную команду и на стороне сервера мы посмотрим, если наш АТС слушает мультикаст. Запросы. Да, мы видим, что она слушает, да? Следовательно, как только телефон зайдет в сеть и начнет отправлять запросы, мы его увидим в консоли управления. Так вот, у кого данного IP-адреса нет, мультикаст IP, поставьте ваш сетевой адаптер в приоритет первым, другие отключите и перезапустите снова сервис АТС системы. Так, телефон включился. Давайте мы откроем снова нашу консоль управления и перезагрузим. Так, ну все, вот мы видим, что телефон появился у нас. Здесь мы видим SBC, адрес самого SBC, да? Мы помним, что он слушает на порт 5060 внутри. Телефон отправил ему мультикаст запросы на данный порт. И далее сам туннель, сам наш SBC перенаправил его на АТС. В принципе, сейчас мы его сможем добавить. Так, ну давайте присвоим его к номеру. К номеру 2. Добавишь номер 2. Мы видим, что автоматически, да, система сразу выбрала его. Что распознала, да? Мы видим, что появилась ссылочка сразу на HTTPS. Следовательно, эта ссылка будет отправлена самому телефону. Ну, здесь мы видим локальный IP-адрес нашего SBC, вот, и порт, на котором слушает. Ну, конечно же, далее вы сможете применить настройки. Как мы говорили про SBC, что данную настройку отключать не нужно, да, запрещать подключение с публичности. Почему? Потому что SBC не подключается с внешним IP-адресом на АТС. Регистрация идет через туннель, следовательно, данную настройку мы отключать не будем. Во-первых, второй момент. Если вы хотите, чтобы звук передавался напрямую между добавочными номерами, между вашими настольными телефонами, данную галочку вам включать не нужно будет. Ну, имейте в виду, что если происходит запись разговора, тогда по-любому проксировка через 3-секс будет проходить. Так, нажимаем ОК. Ну, теперь смотрим, настроится ли наш телефон или нет. Так, я вижу, что телефон уже перегрузился за некоторое время. Пока телефон перегружается, давайте мы посмотрим, как добавлять стан телефона. Допустим, я уже, скажем, добавил его в консоль управления, да, создал телефон. Кстати, вот у меня он уже зарегистрированный, да, как локальный. Скажем, если данное устройство вы захотите, да, с тем же самым MAC-адресом, вы захотите его добавить, вот просто нужно будет поменять его на стан. Или же, скажем, если это новый полностью номер, нажимаете добавить, выбираете шаблон вашего устройства, пусть будет снова, вводите 12 цифр вашего MAC-адреса. Далее здесь вы укажете подключение стан, следовательно, поменяется у вас ссылочка. Сразу же на FQDN. После вы настроите локальный сиппорт, о котором мы говорили не раз. Настроите уникальный диапазон портов, первый и последний. Выберите язык, все другие настройки, которые нужны, кодеки и так далее. Далее зайдете в параметры и отключите вот эту настройку. Она по умолчанию включена. Следовательно, вы сможете запретить или же отключить. Вы разрешаете подключение с публичной сети. И, как мы уже говорили, включаете проксировку аудиопотока через АТС. Давайте мы ее подключим как стан. Я потом сброшу телефон на заводские настройки. Нажимаем ОК. Как только вы нажмете ОК, вы увидите, что АТС отправит запрос на рпс-запрос на вендор сервера. Следовательно, телефон, когда будет сброшен на заводские настройки, я пока его сейчас сброшу, он получит уведомление, чтобы ввели логин и пароль. Далее. Коллеги, пожалуйста, жду ваших вопросов. Семен, спасибо за вопрос. Могут ли быть сервер СБС и подключение к нему телефон в разных подсетях? Или они должны быть в одной локальности? Не, ну, так. Ну, если они у вас будут в разных подсетях, тогда вам нужно будет убедиться, что мультикасс трафик будет проходить между вашими подсетями. Телефон отправит мультикасс-запрос, и этот мультикасс-запрос должен идти на СБС, а уже далее СБС должен его направить на саму ОТС. Ну, и, конечно же, маршрутизация между этими подсетями в дальнейшем, когда телефоны настроятся, чтобы все сообщения могли быть корректно доставлены. Так, кстати, вот мой телефон первый, который мы с ТАН настроили, уже включился. На экране я вижу сообщение, что ввести логин и пароль. Я бы хотел вам его показать. Ну, давайте далее. Мы сейчас его настроим. Так. Добавочный номер 005. И пароль, который указан на экране. Нажимаем ОК. Кстати, он у меня сбросил телефон, он сразу же ОТС его увидел, что он настроился. Семен, я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Коллеги, пожалуйста, не стесняйтесь. Вот мы видим, в общем, что один из телефонов у нас уже успешно настроился. Это был мой телефон, который мы настроили, но на SBC. Пожалуйста, теперь на него можно звонить. Телефон стан, он пока еще что не получил настройки. Занимает некоторое время. Так, далее давайте мы перейдем. Мы говорили про наши устройства, про наши телефоны, общие IP-телефоны. Так вот, если вы захотите пользоваться общим IP-телефоном, что нужно будет сделать? Добавить устройство, как мы сказали. Выбирайте шаблон, вводите ваш MAC-адрес сюда. Кстати, может сейчас телефон перегружается. Далее можно будет попробовать его также настроить, как хот-дескинг-устройство. В общем, как только вы его добавили, в самом добавочном номере, помним, да, вы должны будете включить данную настройку. Зайдете в параметры и убедите, что настройка разрешить совместное использование будет включена. Ну и, конечно же, стоит обратить внимание на параметры, настройку параметров и дайл-кодов. Заходите в дайл-код параметры и убедите, что дайл-код у вас присутствует. Так, ну все, все телефоны у меня настроились. Вот настроился мой стан-телефон. Мы видим сразу в консоли его внешний IP-адрес. и настроился мой SBC-телефон. Вот эти два телефона находятся рядом. Давайте мы позвоним с моего добавочного номера 002 на добавочный номер 005. Мы видим, что успешное подключение. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Ну, рады, что вопросов нету. Спасибо за ваше...